Здарова, с тобой Гар. В наш многострадальный Battlefield 2042 все, ну точнее как все, завершился финальный седьмой сезон поддержки игры под названием Точка Перелома. Название у него такое неспроста, но об этом дальше. И нам с вами придется ставить точку в данной истории, а точнее многоточие. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео, также в правом верхнем углу и в описании. Ссылка на плейлист, где вы сможете посмотреть весь лор и сюжет BF2042. Ну а мы пойдем разбираться, чем все в итоге закончилось. Итак, после того, что творила корпорация Архангел в Борея, у нее теперь репутация так себе. Тем не менее, это не мешает им заниматься разработкой добычи лития в Эль-Аликанто, Чили. Данный проект был согласован в 2044 году посредством голосования населения, на которое в итоге положили огромный болт. И в мае 2045 года строительство базы было успешно завершено. Компания Архангел попыталась смягчить напряженность с помощью компенсационного пакета Архангел Литиум. Ежегодные стипендии для всех граждан, пострадавших от их деятельности. Однако, число участников программы оставалось низким, поскольку местные жители решительно отвергали кровавые деньги. Все это постепенно привело к нарастанию напряженности в регионе. Гуардия Дель Пуэбло конфликтовала с Братством Ночи. Группой протестующих, которые взяли в руки оружие и провозгласили себя защитниками пустыни. Они были героями в глазах сообщества Эль-Аликанто. Однако, противоположная сторона конфликта заклеймила их как преступников и головорезов. Несмотря на все проблемы, которые они причиняли Архангелу, неорганизованность Братства не позволяла им стать настоящей угрозой. Немножко отступим, и я расскажу про стороны конфликта. Члены Братства Ночи считают себя стражниками пустыни Атакама и Эль-Аликанто под лозунгом «Да здравствует Атакама, мир». Они защищают свой дом от тех, кто стремится разграбить их земли и злоупотребить ими. Первоначально это была более разнезанная группа, но восстание в 1945 году превратило Братства в организованное ополчение. Будучи стойкими противниками Архангела, в последующие годы они неоднократно вступали в стычки с Гуардией Дель-Пуэбло. Они утверждали, что вода Эль-Аликанто принадлежит народу, а не частным корпорациям. Возглавляемые Бернардо О'Хиггинсом, они носят эмблему Коткорда – маленького, но злобного дикого кота, которого боятся как дурного предзнаменования все, кто встречается ему на пути. В 30-х и 40-х годах Чили пришлось нелегко из-за последствий изменения климата. По мере раскола провинций, силы городской полиции начали ослабевать. Решением для поддержания правопорядка стало формирование Гуардией Дель-Пуэбло – военизированных полицейских сил, которые объединили свои усилия в нескольких провинциях на севере, в центре и на юге Чили. Их эмблема – змея, вдохновленная чилистской легенде о Трентерне-Виллоу – защитнике земли и человечества. Подразделение Северной Гвардии штата Пуэбло сталкивалось с постоянным сопротивлением в Эль-Аликанто. Когда местные жители пытались перераспределить ресурсы по всей Атакаме, Гвардия Дель-Пуэбло сокращенно ГДП неоднократно вмешивалась, выполняя пожелания любой частной корпорации, которой они помогали в тот момент времени. Когда Архангел начал строительство литиевого рудника, для обеспечения правопорядка были привлечены ГДП под руководством капитана Бастиона Моралеса. По мере обострения споров о правах населения и корпораций в связи с использованием чилистской воды обострился конфликт между ГДП и местным ополчением Братством Ночи. Боевые действия усилились после 1945 года, что вынудило ГДП постоянно присутствовать в регионе для защиты интересов Архангела. Итак, продолжаем дальше. Ситуация изменилась в июле 2045 года. Узнав о предстоящем визите делегации Архангела, Виолетта О. Хиггинс, член Братства и лидер общины, организовала мирную акцию протеста, приуроченную к их приезду. В течение следующего часа 4 сотрудника ГДП и 6 протестующих, включая Виолетту, были убиты. Чилистские СМИ окрестили этот инцидент бунт против Архангела 2045 года. Смерть Виолетты привела к внезапной мобилизации и милитаризации Братства. Она стала символом, объединившим разрозненные группы, которые верили, что единственный путь к миру лежит через действия и насилие. Теперь Братство, возглавляемое Бернардо О. Хиггинсом, братом Виолетты, обрело новую цель. Данный бунт стал отправной точкой в кровавом конфликте между ГДП и Братством Ночи, который продолжался долгие годы. В 2048 году разведанные о доступе к водоносному горизонту Эль-Аликанты просочились в коалицию тысячи лепестков. После заключения союза с российскими войсками они высадились в Чили с единственной целью – осадить Эль-Аликанто и захватить контроль над водоносным горизонтом для коалиции. Вооруженные силы США, зависящие от водоснабжения, вместе со своими союзниками достигли соглашения с Чили о защите Эль-Аликанто и чилиских интересов. Братство Ночи и гвардия Дель Пуэбло объявили о временном прекращении огня и объединили силы для борьбы с угрозой со стороны коалиции. Формирование коалиции тысячи лепестков, начатое серпаратистскими группировками со всей Азии, продолжалось в течение многих лет. Их объединяла одна единственная цель – восстановить роль своих стран в постоянно меняющейся геополитическом ландшафте, который, по их мнению, полностью оставил их позади. Представители позже публично заявляли, что их гнев был небезосновательным, учитывая тот факт, что почти всем странам коалиции было отказано в доступе к метеорологическим спутникам Буревестника. Формировался новый мир, и они были не в состоянии внести свой вклад. В период 2044 по 2046 год эта скрытная группа расширилась, включив в себя отряды сопротивлений стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. На заседаниях с закрытыми дверями они утверждали, что их способность внести свой вклад в развитие нового мира зависит от их объединения для обеспечения выживания каждой из их наций. По мере того, как расширялось их число, росло и их возмущение, что привело к эволюции их догм. Вклад в новый мир превратился в руководство им. В конце концов, какое право имели существующие державы решать их судьбу? На примере на Маквалендат непрекаянные доказали, что могут существовать вне влияния Соединенных Штатов и России. Почему бы им не сделать то же самое? Пришло время показать миру, что они могут выйти за рамки старых границ и политических ограничений. В 2045 году был сформирован Суверенный Конклав, руководящий совет, в который войдут представители каждой страны. Они будут определять дальнейший путь построения будущего заново, по своему образу и подобию. То, что произошло дальше, поначалу показалось случайностью для остального мира. Одна за другой сепаратистские группировки инициировали перевороты в своих странах. Это были скоординированные усилия, в ходе которых каждая группа поддерживала другую, будь то финансово или военным путем, чтобы обеспечить успех переворота и сохранить власть после Невор. Финансовая поддержка из дополнительного неустановленного источника помогла восполнить финансовые проблемы в странах, испытывающих трудности. Когда они объявили о своем создании в конце 2048 года, это выглядело, казалось бы, органично. Естественная эволюция в результате индивидуальных политических потрясений в каждой стране. Суверенный конклав выбрал название «Коалиция тысячи лепестков», что является отсылкой к тысячелистному цветку лотоса и символу высшего сознания и духовного просветления. Они были в восторге от своей собственной доктрины и верили, что это путь человечества к высшей цели с помощью силы. Для своего флага они выбрали цветок лотоса с тремя лепестками, который вот-вот распустится, символизируя их надежды на благополучное будущее. Альянс с российскими вооруженными силами, одной из тех самых сверхдержав, которыми они бросили вызов, вызвал удивление во многих государствах членов. Для суверенного конклава всегда была возможность проникнуть в российские вооруженные силы и уничтожить их изнутри. На это потребовалось бы десятилетие, но Коалиция знала, что при наличии терпения они будут процветать в течение следующих ста лет. Однажды трехлистный лотос расцветет, и в итоге они станут одной из сторон конфликта Battlefield 2142. Пан-Азиатской коалицией Операция «Золотой свет» была одобрена и инициирована Архангелом в ноябре 2048 года. После того, как разведданные раскрыли план Коалиции «Тысячи лепестков» по захвату водоносного горизонта Атакама в Чили, команда специальных операций «Мидос», состоящей из солдат Легиона Архангел и батальона Вознесения, была развернута для обеспечения защиты месторождения литиевой шахты Архангела, если Эль-Аликанто станет полем боя. В подразделении были опасения, что они не были должным образом подготовлены к нападению. Подразделение состояло всего из двух десятков солдат, и считалось, что им было предоставлено неадекватное снаряжение, в частности, отсутствовали фирменные экзокостюмы «Ассеншн Компани». «Такое чувство, что нас намеренно послали умирать. До какого момента? Я не уверен», — их капитан отметил в отчете. В результате нападения подразделение понесло тяжелые потери. Один из членов подразделения, неприкаянный Чарли Кроуфорд, был спасен лидером «Братства ночи» Бернарда О'Хиггинсом. О'Хиггинс пригласил Кроуфорда присоединиться к их борьбе. Он узнал знаменитого неприкаянного, некогда плававшего на борту исхода, полагая, что появление его в рядах «Братства» будет воспринято как символ удачи и поднимет боевой дух ополченца. Кроуфорд согласился, просто желая выбраться из этой пустыни живым. Кроме того, он подозревал, что обещанная помощь Архангела так и не придет. Мы дошли до событий первого ивента седьмого сезона. Операция «Багровый фронт» была скоординирована одновременно атакой коалиции «Тысячи лепестков», которая твердо хотела сыграть важную роль в глобальном конфликте. В рамках операции подразделения 4-го батальона НСК были развернуты на нескольких фронтах, включая Чили, Чехию, Индию, Панаму, Шотландию и Южную Африку. Это многоплановое наступление принесло ряд столь необходимых побед КТЛ и российской армии, еще больше отбросив и без того потрепанные американские силы назад. Эта операция имела не только решающее значение для военных действий, но и стала символическим призывом к другим присоединиться их к делу. Хотя США в конечном счете смогли восстановить умеренный контроль на линии фронта, ущерб был нанесен. КТЛ доказали, что являются доминирующей силой, с которой приходится считаться, что привело к присоединению многих стран к коалиции. В годы, последовавшие за битвой за Доху, заброшенный международный стадион Капитолий неожиданно был выкуплен Архангелом. Благодаря усиленному военному присутствию, ныне изолированный стадион был перепрофилирован в Центр хранения данных для отдела разведки и безопасности Архангела. Публично объект был запасной базой, где якобы хранились данные с нейросетями призрака компании Архангел. Однако, согласно некоторым отчетам, предполагалось, что база используется для хранения информации, собранной со спутников Буревестник и Вознесения, компании Архангел, включая секретные разведданные как от американских, так и от российских вооруженных сил. Эти обвинения были категорически отвергнуты Архангелу. Поскольку в Дохе возобновились боевые действия, Архангел сделал строгое предупреждение обеим сверхдержавам. Не вмешивайтесь в работу стадиона. Вмешательство собственности Архангела может повлечь с собой ответные меры со стороны корпорации. Обе стороны проигнорировали предупреждение, и вскоре на месте происшествия вспыхнуло сражение. Несмотря на заявление о том, что база хранит секретные разведданные, в отчетах с мест событий рассказывается об уничтоженных жестких дисках и разбитых серверах. «Если здесь что-то и было», — отметил один солдат, «это было вычищено еще до того, как наши сапоги коснулись этой земли». Официально образованный в начале 2049 года мандат нации положил начало новому Европейскому Союзу. Возглавляемый недавно возрожденной Германией, мандат изначально состоял из семи государств по всей Европе, и с течением времени планировалось его расширение. В 2030-х годах, когда почти 50 стран прекратили свое существование, этот мандат стал первым проблеском надежды на то, что мир сможет вернуться к нормальной жизни. Несмотря на коалицию тысячи лепестков, путь к реформации был пройден быстрее, чем многие ожидали. Во многом, благодаря метеорологическим спутникам «Буревестник», по мере того, как их использование распространилось по всему миру, павшие нации начали медленный и трудный путь к восстановлению, что всего несколько лет назад казалось невозможным. Переговоры тайно велись в течение многих лет, и официальное утверждение мандата было запланировано до начала 2050-го года. Однако, после неожиданного объявления о создании коалиции «Тысячи лепестков», страны-участницы опасались, что отсрочка может нанести ущерб целям мандата. Поскольку многие европейские страны уже выразили заинтересованность при соединении к коалиции, время для того, чтобы заявить о своем присутствии, как о жизнеспособной и более мирной альтернативе, было в обрез. Ирония в том, что Новый Европейский Союз родился из спутника «Буревестник». Инструмента, имеющая решающее значение для создания наций непрекаянных, не ускользнула от внимания ОЗА. Союз с вооруженными силами США был практически необходим для выживания, особенно после того, как Россия присоединилась к коалиции. Члены делегации были обеспокоены тем, что они продвигаются слишком быстро. Однако, руководство по-прежнему уверено, что со временем мандат будет расширен, и в конечном итоге приведет к официальному возвращению Европейского Союза. Итоги возвращения Евросоюза мы с вами можем увидеть в Battlefield 21-42 в виде второй конфликтующей стороны. И вот мы уже дошли до второго ивента. Операции «Грядущий удар» был дан зеленый свет после того, как разведка сообщила, что коалиция «Тысяча лепестков» планирует захватить нейтральные метеорологические терминалы «Буревестника». Для обеспечения того, чтобы эти спутники не попали в руки противника, была развернута 7-я объединенная оперативная группа. В течение следующих нескольких недель ООГ-7 нанесла удары в Канаде, Чили, Чехии, на земле Королевы Мод, Южной Африке и Швеции. Архангел забил тревогу по поводу действий мандата и объявил операцию неоправданным актом агрессии против инфраструктуры Архангела после событий на Международном стадионе Капитолии. В ДОХе они заявили, что мандат ясно показал их намерение. Они планируют продолжать нарушать руководящее соглашение, гарантирующее наш нейтралитет. Мандат нации отстаивал свое решение, утверждая, что у них не было намерения захватывать станции. Они просто пытались защитить их от коалиции. После завершения операции выяснилось, что разведывательный отчет, используемый для обоснования удара, был сфальсифицирован. Был ли он сфабрикован мандатом или это была намеренная утечка информации коалиции, чтобы заморить противника в ловушку, остается неясным. И на этом можно считать, что сюжет седьмого сезона здесь и заканчивается. Называется он «Точка перелома», потому что наступил переломный момент в истории планеты, где наконец начали восстанавливать государство и так далее, о чем, собственно, говорилось выше. Еще, конечно, был ивент с Dead Space, тренировочная программа искусственного интеллекта ОСА, но это никак не влияет на глобальный сюжет. Однако, есть еще кое-что. Это исключительно мое предположение, что данный лор готовился к восьмому сезону, так как с седьмым он уже не стыкуется по тематике и участвующим организациям. И явно должен был быть финалом всей истории и вывести нас уже на сюжет Battlefield 2142. Получив свое распоряжение «Накопитель Борея», отряд Гамбит приступил к трудной задаче по расшифровке как можно большего количества данных. Это была «Золотая жила». Масштаб плана Архангела, хотя и оставался неясным, оказался намного больше, чем ожидалось. Речь шла уже не только о Бореи. Интерес Валькирии вызывали четыре зацепки. Отряд разделил их между собой, и они отправились каждый по своему следу. Маккей посетил заброшенный объект Космического агентства Европейского Союза. Ожидая, что объект будет находиться под контролем Архангела, Маккей был удивлен, обнаружив, что он по-прежнему заброшен. Однако, вскоре стало очевидно, что это не была обычной операцией ЕКА перед тем, как распасться. ЕКА описывала свою миссию как «миссию мира». «Если мы действительно хотим выйти на новый уровень, мы должны сделать это, объединившись в единый мир». Маккей вспомнил маркетинговую кампанию. Обнаружение оружейного склада и военного учебного центра ЕКА удивило Маккея. Он этого совсем не ожидал. Не зная, как это связано с Архангелом, Маккей прочесал базу. Конечно, у Архангела были спутниковые сети Буревестника Вознесения, но ни одна из них не вопила о космической войне. Затем он наткнулся на проект С. Прежде чем он смог найти что-либо еще, объект оказался в осаде. Сработала бесшубная сигнализация. Испытывая нехватку снаряжения, он нашел военный склад Европейского Союза и облачился в их снаряжение. Пришло время отправить врага на последний рубеж. Так называемый проект С. Для многих Сулес был хорошо хранимой тайной на протяжении десятилетий. И первоначально это была исследовательская группа, которая во время Второй мировой войны работала по всему полуострову Халвей, Норвегия. Их причудливое оборудование, огненный шторм, привет БФ-5, использовалось для экспериментов как над британскими, так и над немецкими солдатами, которые были сантированы на территорию, контролируемую Сулес. Название и символ Сулес происходит от имени римской богини Сулес Минерва, которая была известна тем, что произносила могущественные проклятия. Хотя предполагалось, что организация потерпела поражение с падением вермахта в конце войны, символы Сулес были обнаружены в других частях мира, что привело к заговору, в результате которого тайные ячейки группы сохранились до наших дней. Из перехваченного отчета оперативника подразделения Левиафан Тритона, переданного Камиле Бласке в марте 2049 года, узнаем, что это место было практически заброшено со времен битвы за Нордик в 2043 году. Разведка местности не выявила никакой активности, по крайней мере поначалу. Каким бы снаряжением не было оснащено это подразделение, термометры не смогли его обнаружить. Нет теплового следа, какой-то охлаждающий материал. Группа обнаружила ряд объектов на подземном уровне Куба, которого нет ни на одном из чертежей. Дальнейший анализ показал, что этот этаж ранее использовался в рамках проекта «Серебряное копье». Найденные серийные номера были связаны с неким доктором Гидеоном Воросом. Проследив за отрядом на запад и юг, потеряли их в пригороде Осло, но перехватили сообщение о том, что они направились еще дальше на юг. Халвей. Они отправились в Халвей. Это историческое место, охраняемый объект времен войны. Почесав местность, никого не обнаружено. Они выполнили свою миссию и ушли. Причем очень давно. Подразделение было названо боевой группой, о которой мы никогда не слышали. Отпрыски. Группа специального назначения «Отпрыски», действующая под командованием Архангела, связанная с легендарным проектом «Суллис», который поручен охранять ее оперативные секреты. Поскольку их программа создания нового экспериментального оружия находится в самом разгаре, Архангел и коалиция не могут и не будут рисковать тем, что оно попадет в руки Запада. Работая в условиях высокой температуры, их снаряжение оснащено и изолировано, чтобы выдерживать экстремальные температуры. Это самые преданные своему делу люди, с которыми вы столкнетесь. Ну вот и все получается. Мы закончили на самом интересном месте. Сюжет, скорее всего, останется недосказан до конца, что очень печально, так как, судя по лору, нас могла ждать карта, связанная с вулканом или чем-то очень похожим, горячим или горячим. Ну и мы узнали в итоге, что вся серия Battlefield – это одна вселенная, и события считаются каноничными, даже тот же огненный шторм из пятерки. В любом случае, лор мира Battlefield 2042 написан очень хорошо и является связующим звеном между всеми частями серии. Однако, подавая его в записках, аудиозаписях и записях кодекса – это преступление, потому что 99% игроков неведомо, что здесь происходит, а читать в кодексе буду только я и еще пару человек. Ну и также печально, что события, написанные в лоре, практически никак не отражаются на геймплее или изменении игрового мира, за исключением ивентов и пасхалок. Напишите в комментах, как вам мой, скорее всего, последний разбор сюжета Battlefield 2042, да и вообще, в целом, как вам сюжет. И напишите, например, что могло нас ждать в восьмом сезоне. Интересно будет почитать. Ну и обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки за старания. Лично для меня это самый сложный видос по лору. Спасибо большое за просмотр, с вами был Гар, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok